друзья следующий мой городочек это текирова вот здесь всякие разные отели rixos есть но в основном крутые всякие отели но я смотрел по букингу там и простые отели тоже есть тоже такой же город курортный как и кемер тоже примерно такая же здесь похожая погода вот эти вот бутики бутики с одеждой со всякими разными сладостями со всем что в турции нам любят обычно продавать и с правой стороны конечно же коры красивые вот как бы зимой здесь немного утопично с гостом если вы просто любите активный отдых вы можете сюда приехать зимой и остановиться здесь в хорошем отеле и заняться допустим сходить в горы или там изучить какие-то здесь достопримечательности если вас интересует историческая часть или вам нравится природа турции то на мой взгляд даже лучше приехать сюда зимой потому что здесь во первых не так жарко будет как лето во вторых мало туристов то есть не будет вот этих толк туристов и соответственно цены будут намного лучше гораздо лучше ну и мерзнуть не надо дома здесь тоже в основном такой премиальный уровень отелей они большие они все с пляжами они вот так вот на берегу расположены и начиная вот от билека и на запад когда мы идем от анталии здесь все прямо такое вот макшери лакшери эйфория вот пожалуйста въезд это вот мы все с вами ехали сейчас был до сих пор отели вот он сейчас продолжается я не знаю что наверно ширина километра например до этого отеля очень большой а вот это все он продолжается эйфория а и нирвана вот здесь еще есть отель вот такой вот на этом заканчивается здесь все еще здесь вот есть вот вот такой вот фуникулер я не знаю сейчас видно его или нет короче он уходит туда высоко высоко в горы и я очень частично его виду вижу как он поднимает туда людей я так понимаю туда прям совсем высоко можно подняться на нем очень высоко в но скорее всего я щас туда не поеду потому что сейчас там все в тумане туманом все затянуто и наверное лучше туда ехать когда будет ясная погода я вот буквально минут за двадцать проехал полностью весь этот город эту деревню и сейчас буду ехать дальше на запад искать что-то интересное здесь тоже нет многоэтажек он еще меньше чем кемер в основном вот такое индивидуальное строительство дачу тут вот так они здесь расширили т-400 трассу друзья прямо она такая широкая у них здесь во первых место во вторых местность вообще не похожа на турцию здесь у них как-то вот так все на горах очень много зелени горы такие красивые высокие зеленые именно что они вечно такие зеленые я сейчас еду тут следующий город доеду наверно до города я думаю доеду вот до вот этого города кумлука и буду возвращаться в сторону анталии потому что здесь отели очень сильно вздвинтили цены я хотел попробовать остановиться в риксосе рикса сангейт у них здесь самый такой в общем веселый отель в этой части турции и они подняли цену в пять раз то есть если там январе и феврале я смотрел можно за 100 долларов остановиться ночь то сейчас там стоит ночь 500 долларов там какой-то но будет какая-то вечеринка и минимально можно остановиться сангейте рикса сангейт только на три ночи то есть это получается полторы тысячи долларов но я не знаю я думаю это такое сомнительное удовольствие тем более там all inclusive ультра он пьюзив я как бы алкоголь не пью мне в принципе без разницы я покушать могу и в любом ресторане поэтому я решил оставить рикса сангейт на потом и насладиться вот здесь видами вот такими вот интересными красивыми захватывающими такая дорога красивая и вот сейчас я немного отъехал от моря море у меня там с правой стороны на юге осталось а дорога вот эти 400 они ее такую широкую здесь сделали именно по горам скорее всего здесь раньше где-то старая дорога проходила и они ее просто расширили очень классно здесь ресторанчики есть тоже интересные можно вот прям в горах вот так вот остановиться покушать типичная турецкая дорога но очень широкая и очень много зелени вот это сразу глаза бросается а вон можно увидеть вот там слева проходит старая дорога которая была до этого я вот сейчас как раз хочу туда съесть ехать попробовать попасть нам на мыс вот этот вот мысик который торчит а вот как раз и съезд мне все мне здесь как я хочу в турции и все отели вот я прям посмотрел по букингу если там можно было какие-то отели типа хилтона там остановиться за 100 долларов то сейчас уже таких цен нет и поэтому я наверное буду искать чтобы мне развлекали на новый год не не в отеле а наверное какой-то ресторан просто там любом ресторане там 200 200 300 лир максимум можно заплатить и будет вам все что вы хотите обнаружил еще одно место вот здесь вот такая вот маленькая дорожка серпантинная ведет к пляжу я думаю там будет такой затерянный пляж интересный и посмотрите сколько много зелени друзья я сейчас спускаюсь туда вниз к морю здесь перепад высоты наверно около километра может быть даже больше и вот здесь некоторые листики желтеют осень наступают они золотая вообще никого нет кроме меня еду спокойно себе и я думаю сейчас будет там интересное место скалы вот такие красивые и турция вот этим и прекрасно что здесь можно путешествовать на каком-то своем автодоме но желательно чтобы этот автодом был такой внедорожник чтобы можно было из асфальта всегда съехать прелесть в турции в том что вы можете куда-то ехать ехать на своей машине захотеть и захотели остановиться переночевать от в отеле переночевали в отеле но природа очень красивая я не знаю почему я раньше так недооценивал турцию хотя наверное мне сейчас поехать вообще в любую страну я в любой стране найду для себя что-то красивое интересное здесь очень много кемпинга всяких разных бунгало и вообще все что вот с этим связано я сейчас спустился уже практически на уровень моря и вот с левой стороны у меня речка все время текла и такие вот скалы горы здесь красивые прям такие балконы вот невероятные много зелени он периодически идет но температура в районе 15 18 градусов но ощущается как конечно же теплее очень много разных я получается сюда спустился это далеко от трассы далеко от всего такого места достаточно маленькая щас найду его название я думаю его можно быстро объехать вот здесь всякие разные отели какие угодно на любой вкус и цвет и кошелек олимпус это олимпус называется олимпус пляж и ну вот это короче говоря место называется олимпус как наверное в любом туристическом месте миленько уютненько жалко только то что дождик идет но это с одной стороны хорошо вы можете пойти в горы надеть дождевик и кайфовать вам там не будет жарко да такой здесь такой заброшенный такой затерянный такой уголочек в турции едете спокойненько будете здесь шить решать свежим воздухом ничто вас здесь не будет напрягать и вместе с тем здесь очень сильный европе зировано все уклон такой европейский потому что вот эта вот часть турция она уже ближе греции здесь совсем рядом греция прям сады от в отель вот в каком-то таком большом саду чисто очень чисто очень чисто все вывески так все аккуратненько травка подстрижена деревья кустарники подстрижены эту деревеньку можно вот так вот с севера объехать северной севера здесь дорога проходит и потом по пляжу мы с вами проедем пожарные гидранты стоят все чаще и чаще я вот встречаю вот так вот мамы здесь с детьми гуляют это вот оливки растут и сразу здесь скала слева большая такая мне эта часть турции напоминает чем-то наверное гуа и грецию то есть перемешку вот такие вот деревни гуа они тоже примерно так же выглядят где-то в джунглях у них там много зелени ну и соответственно такой европейский греческий уклон вот она идет в куртке здесь не холодно на самом деле пляж здесь значит у них тоже с вот такими вот деревьями красивыми и он примерно наверное километров 5 протяженностью него с правой стороны у меня будет пляж тоже у них здесь детские площадки все очень аккуратно несмотря на то что это какая-то деревня где-то вообще непонятно где но очень такая туристическая колоритная и вообще не похожа на турцию на восточную где я был ни ландшафт не похож вообще ничего не похожа и население как-то у них здесь все по совсем абсолютно по-другому люди другие больше такое все здесь творческая какое-то каждый человек как-то хочет по-своему себя проявить вот это всякая разная здесь цен всякие разные массажи все такое секрет гарден то есть секретная вот здесь какое-то бунгало секрет гарден бунгало я думаю сюда приезжают больше люди которые хотят уединиться хотят от всей суеты спрятаться и здесь такое цен релакс смайл отель вот ресторан он забить немного такое диковатая местечко но милая вместе с тем мне нравится мне нравится я думаю я бы сюда даже приехал сейчас посмотрим с вами пляж сам собственно море посмотрим чтобы уже понимать но здесь пешком везде можно пройти я хочу заехать на машине очень много отелей прям очень много все вот эти местные жители как-то либо переделали в бунгало и свои дома либо построили эти бунгало но буквально вот каждый дом пляж отель каждая каждый кусочек земли используется либо как ресторан либо как какой-то отель бунгало бунгало в основном здесь восточной части пляжа у них здесь есть вот такое вот большое поле футбольное и там пляж мы сейчас чуть дальше чуть позже туда приедем здесь вот все что связано с черепахами у них нельзя разжигать костры собаки дальним светом не моргать мусор не бросать здесь черепахи черепахи и вон за инстаграм и youtube еще есть видите мусорные баки как-то все чисто аккуратно ну кошек собак нет вот туда проходит вот так пляж сейчас мы дальше туда проедем и так такая кемпинг зона и черепахи здесь по моему несут яйца или как это назвать здесь пикники можно проводить а ну вот карта карта вот этого всего вот как мы с вами начали мы с вами отсюда поехали вот здесь вот это вот отмечены коричневым это всякие разные античные памятники вот этот мы с вами увидели возле марины остров проезжали вот здесь вот анталия мы с вами ехали вот так туннель и вот это бельдиби мы проезжали потом вот вот здесь кемере мы с вами катались сегодня целый день дальше поехали вот это текирова приехали и сейчас мы с вами находимся здесь если не ошибаюсь вот они все черепахи сюда а я сейчас еще хочу заехать вот сюда на этот мысик и потом возможно либо до маяка доеду либо до куда-то может быть до сюда доеду и потом вот так вот вернусь очень интересная карта классно прям так нарисовали все вот волки или волки кто здесь орлы есть горные козлы молодцы а и вот вот сюда можно подняться вот с этого 2367 метров там снег самой восточной точке этого пляжа они здесь по вытаскивали значит свои лодки и видно как приехали из германии вот на таком вот большом вездеходе автодоме deutschland но лично на мой взгляд это конечно классная такая машина суперская оборудованная там целая комната около 15 квадратных метров может быть даже чуть больше он классный да но вот на таком автодоме тяжело путешествовать именно по трассе потому что он высокий его может ветром сдуть у них там все есть и вода и все и если заезжать куда-то в лес он по высоте практически нигде не проходит потому что у него высота наверное метра четыре может быть даже больше то есть он очень высокий а так конечно они дорожный просвет сделали классный все и плюс ко всему он тяжелый то есть если он куда-то в грязь попадет как бы сомнительное это все когда делают машину для бездорожья нужно вот это все учитывать то есть вес на бездорожье это конечно же враг враг транспортного средства на котором именно ведется путешествие а так классная конечно машина я думаю она очень много стоит наверное около 100 тысяч евро может быть даже больше и целая семья спокойно может на ней путешествовать он там специально сделано это такой типа бампера но он его может поднимать может опускать интересно и вот другие автодома тоже как бы они на них приехали да они все классно но они заднеприводные у них проходимости конечно же нету я много изучал вот эту вот тему как путешествовать именно на своем каком-то транспорте на своем транспорте именно чтобы можно было ночевать именно чтобы это можно было везде проехать вот эта машина конечно клевая но на ней не разогнаться во первых во она очень тяжелая большой расход топлива ну много минусов есть плюс один что он очень просторный что он в нем можно все перевести что он такой вот прям на нем типа можно на открытом пространстве везде проехать потому что клиренс большой я думаю он его может еще скорее всего опускать подымать воздухом но из минусов это большая парусность то есть может ветром просто нафиг сдуть и он тяжелый борщ большой расход топлива man главное по ширине он проходит в принципе везде а по высоте ну где ему вот такой по такой высоте проехать куда-то сейчас вот поехать в лес под под деревьями где-то проезжать ну сразу начнутся препятствия это все авто дома некоторые вот приезжают на таких вот авто дома хаха видите постирались сушат свои носочки здесь классно там оказывается кто-то спит а я хожу и фотографирую но машина красивая и чем в принципе не жалко здесь где-то должны быть черепахи здесь очень много песка у них интересно любопытно то что там вроде бы не было песка а здесь откуда не возьмись песок появился и такая вот бухточка если мы его так вот посмотрим то в принципе здесь как бы и песок есть и камушки тоже есть цвет воды очень красивый на пляж никого не пускают потому что видимо все-таки до сюда выходят черепахи и несут здесь свои яйца море спокойно в принципе если хорошо постараться наверное даже можно пойти искупаться прохладно слишком прохладно это надо напиток выпить сначала моя напитка не пил да здесь во первых какие-то столбики вот так вот пронумерованы а это какие-то растения здесь растут типа каких-то цветочков и видите какие они милые местные жители они эти цветочки вот так вот огородили чтобы их не затоптали дикие туристы и скорее всего где-то вот в этом поле черепахи вылазят из моря выходят и несут здесь яйца я думаю все хорошо постараться можем найти такой широкий пляж здесь прям красивый и видите что самое интересное что не дают строить людям прямо на пляжах здесь отеле а вот это вот друзья видите шланги здесь это такая система капельного полива а они здесь орошают вот эти вот маленькие кактусы здесь у них растут маленькие елочки простой пример как человек вот в таких местах именно заботиться о природе не вырубает не рубит не не загаживает как-то природу не губит ее а именно вот здесь вот они настолько милые ребята что значит они здесь проложили вот эти вот системы и шланги и эти шланги орошают возможно здесь будет скучновато чуть-чуть но так или иначе мне здесь нравится но мне однозначно это место понравилось оно такое затерянное уютное такое мило и если вы сюда приедете на своей машине или неважно вообще на чем я думаю стоит обратить внимание если вы любите вот так вот природу такой вот именно не не тусовки а именно такой тихий отдых спокойно посидеть почилить отдыхать насладиться тишиной то вот скорее всего кимера отель здесь есть ну это олимпас называется олимпас пляж олимпас называется вот это место с двух сторон горы такое как будто бы какой-то долина ущелья и внутри и в самом низу на юге пляж такой красивый черепаший люди здесь гуляют пешочком кайфуют спортом занимаются а если вы любите вот такое вот все то в принципе дождь вам не будет страшен а зимой здесь не так холодно и больше зелени вот эти вот яркие краски такие вот осенние канун нового года сейчас конец декабря я вам напоминаю 29 или какой декабря я сейчас проеду еще чуть-чуть на запад там я нашел один интересный отель возможно там остановлюсь и все уже потом после этого поеду буду возвращаться в сторону анталии таких местах мне друзья не хватает внедорожника я щас уже поехал вот прям серьезно в такие горы и здесь грунтовая дорога на запад я поехал и там мыс тоже должны быть красивые места надеюсь дождик мне позволит это сделать там чуть дальше скорее всего я выйду на асфальт буду на это надеяться по крайней мере вот здесь некоторых местах есть мостики можно как бы переезжать лучше всего наверное такие места конечно же либо на внедорожнике исследовать либо на каких-то велосипедах или ну пешком здесь ходить вот эта машина на которой я сейчас здесь катаюсь она не предназначена для этой дороги слишком она маленькая слишком маленькие колесики еще через речку переезжал там в одном месте и в общем ей пришлось нелегко но не проехал бы не увидел бы вот такой вот красоты такой природы леса прям здесь вот леса 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 и периодически подъемы спуски травка такая зеленая мне почему-то кажется что летом вот такой зеленой травы прям здесь ярко зеленой не будет потому что ну будет сухо и не так много дождей и жарко будет и наверное она будет сохнуть здесь лесах кто знает напишите пожалуйста в комментариях как здесь вообще обстоят дела летом в жару я бы на месте вот этих вот людей которые приехали на вот этом автодоме внедорожники лучше бы наверно приехал бы куда-то в такой вот лес в горах у где-нибудь здесь за ночевал здесь конечно может быть опасно потому что здесь вот и камушки падают и вообще ну зато посмотрите какой вид друзья вот так вот остановиться и вот с таким вот видом где-то здесь за ночевать там вот чья-то хижина невероятное такое зрелище в горах ни одного отеля здесь нет я так рад опять оказаться в цивилизации на асфальте друзья потому что там сейчас в горах было пару таких затяжных подъемчиков с грязью именно с черной грязью и в общем машине было тяжело и в какой-то момент я даже думал что она не поднимется короче на этот подъем и пришлось бы сдавать там назад или как-то разворачиваться идет дождь грязь и короче говоря лучше не лезть вот в такие вот места на легковой машине переднеприводной тем более это вот полный привод он как воздух когда он есть его не замечаешь а когда его нет вот особенно вот в таких вот местах хотелось бы очень сильно чтобы он был и чтобы машина была повыше это все вот часть называется вот олимпос олимпос деревенька вот олимпос или даже там какая-то достопримечательность потому что когда они коричневым цветом рисуют знаки это значит что-то такое вот типа деревни какого-то может быть достопримечательности олимпос или может быть какие-то античные что-то такое поэтому здесь даже миграс есть миграс это типа нашего магнума в казахстане или в россии наверное пятерочка наверное какая-нибудь вот миграс там в принципе все продается в этом магазине такой продуктовый типа магазин ну и там помимо универсальный вообще магазин универмаг да друзья это вот вот такие вот заброшенные всякие разные бунгало здесь заниматься именно вот вот этим лазить по горам альпинизмом заниматься и это все что вот здесь с этим связано такое дико тут тем кто любит природу альпинизм вот это вот скалолазание это вот все сюда маленькие вот такие с дерева бунгало у них здесь здесь нету никакого такого роскоши all inclusive наверное можно найти здесь завтраком с ужином отеля скорее всего они все будут завтраком хотя не факт могут быть и отели без завтрака между прочим вот в таких вот местах и вот это вот все называется олимпос кемпинг значит у них чай поспать полазить по горам все что захотите но это все вот как-то знаете они даже вот когда трассы строят они дерево допустим растет может дерево посреди дороги вырасти и они поставят кучу всяких разных знаков что надо это дерево объехать но они дерево это не трогают вот таких мостики у них вот здесь подвесные интересные туда вот можно залезть там скорее всего есть трекинговые какие-то маршруты и для скалолазания маршруты вот в этих местах вот кто любит полазить по горам это вот прям вообще будет круто и вот видите вот здесь переезд через речку я не знаю там переехать можно или нет на этой машине получится или нет я могу конечно попробовать тихонечко я вот сейчас вот так вот в горах переезжал по грязи и еще переезжать это ладно а когда вот надо допустим какой-то вот такой подъем затяжной по грязи это уже там повеселее было вот люди гуляют надеть дождевичок взять зонтик и в принципе будет нормально ничего страшного самое главное чтобы в отеле тепло просто было чтобы это все высохло потом здесь очень красивые горы скалы вот эти красивые и конечно же они здесь по ним лазят однозначно дайвинг острова и скалолазание ну и трекинговые маршруты квадроциклы еще написано 150 лир 150 200 лир комната стоит ну да примерно так она и стоит а там оградка там препятствия и чтобы дальше ехать непонятно чего надо сделать а это музей то есть вот это такая часть да я все понял это вот олимпос там руины и короче говоря можно по карточке здесь пройти можно просто за вход разово заплатить это конечно же не сейчас я буду делать потому что в дождь в такие места никто не ходит обычно ну самое главное я вам показал мне это место нравится я бы сюда приехал бы на чем-нибудь таком на чем можно своем жить потому что здесь нет смысла что вы будете здесь машине в своей спать в автодоме что вы будете спать в каком-то здесь бунгало поэтому в принципе можно сюда приехать но автодом допустим он где-то проедет там встанет но здесь вот через речку надо приезжать поэтому лучше чтобы всегда машина была внедорожник 4 в да если вы собираетесь путешествовать всегда старайтесь выбирать машину 4 в да вот некоторые ребята путешествуют на автобусах они типа говорят чё мы там везде можем проехать но везде да не везде и когда есть 4 в д а это все равно лучше чем когда машина просто передний или задний привод затяжные какие-то подъемы с грязью их лучше конечно же преодолевать легче когда полный привод у машины да и вообще просто где-то на снегу оказаться лучше было бы чтобы это было 4 в этой машина ведь вот рестораны вот такие у них здесь у нас есть такой сильный дождь пошел и в общем я разворачиваюсь у меня теперь море с правой стороны я опять еду на восток и и вот здесь вот есть такие места интересные любопытные вот я еду а с правой стороны обрыв туда метров я не знаю сколько 50 наверное и все то есть там море как бы скалы и море вот здесь какой-то бордюрчик стоит вот в некоторых местах есть некоторых местах его уже нет и я так понимаю что но как бы можно и улететь туда если зазеваться поэтому друзья я стараюсь ночью тем более вот в такую вот погоду дождливую не ездить если путешествуете на кемпинге здесь никаких знаков запрещающих нету в принципе теоретически можно сюда приехать но называется это место вот коп атма по-моему каменный пляж если я не ошибаюсь туалеты здесь в принципе все есть спущусь чуть-чуть вот так вот покажу здесь грунт грунтовый спуск вот такой есть мерседесе даже ребята приехали и мусорные баки в общем все что может понадобиться в принципе здесь есть вот видите камни такие вот такая вода красивая и принципе зимой здесь вообще никого не будет единственное что может быть прохладно так вообще классно там друзья все это моя финальная точка здесь на западе было потому что как бы темнеет и дождь не прекращается и мне просто смысла туда не ехать никакого нет поэтому я решил развернуться и в общем поехать назад на восток возвращался назад домой и обнаружил здесь вот такой вот отель очень интересно это как из из властелина колец вот такие вот домики хоббита они в земле или домики хоббита или кто я в общем не знаю как это называется пальмы здесь растут но здесь но здесь вот они полностью вот так вот фолме вырыли и какую-то часть вот так вот отделали сделали вход и я видел короче на фотографиях там ну прям реально можно жить в этих местах ну здесь сейчас идет дождь и как бы грязно там есть кондиционеры все у них есть ну ну не работает связь и короче говоря я поеду куда-нибудь где есть цивилизация то что слишком я здесь увлекся охота конечно там пожить ну я не знаю я думаю я конечно люблю природу до какой степени чтобы концертном платье по электричкам разъезжать вот то есть я сейчас вот нахожусь на чьей-то комнатой там естественно никто не живет но она вот так вот сделано такие земляночки здесь и получается можно поселиться два отеля вот здесь еще есть чуть чуть выше вот такой babylon town рядом и там прям бассейн мне сейчас показывали и бар есть свой и бассейн с подогревом это вот все вот вот так вот в горах находится где-то в лесу очень высоко в общем обратите внимание 500 лир мне сказали с завтраком и ужином но здесь вот такая вот дорога и рядом как бы ничего нет только вот два отеля стоит и все поэтому я решил наверное я буду поближе к цивилизации возвращаться возможно даже я в анталию сегодня вернусь вот такой у меня миленький отельчик сегодня друзья он очень большой но мне сказали почти все занято и поэтому дали первый этаж так давайте зайдем посмотрим ну судя по тому что здесь кафель лежит это считается не очень хорошим признаком картина еще криво зато видите что они здесь дают вот такое они дают дарят мне в одном дарили уже и вот здесь тоже подарили это зарядка и здесь можно телефон заряжать ну либо какие-то другие устройства очень удобно здесь было две раздельные кровати они мне их соединили потому что опять же я попросил они сказали что все занято что я могу сказать за 400 или за сколько там за 450 лир в принципе отель неплохой вот так он обзывается кроме плаза типа после ремонта только здесь ванная есть ванная есть и спа есть не понимаю какой смысл ванной если есть спа а вот это вот то что мне нужно ну все остальное стандартный пакет как и во всех отелях он еще мне сказал что на новогоднюю ночь этот отель будет 150 евро стоить и типа у них здесь есть предложение специальное можно заплатить вот 800 лир и остановиться то есть на ужин и еще здесь заночевать то есть здесь будет гала концерт вообще этот концерт стоит 600 лир по-моему или 500 лир и в общем если я заплачу 800 лир я то смогу здесь спать еще можно обхитрить систему классненький спортзальчик с деревянным полом и там есть бассейн с подогревом и стеклым полом и с несколькими банями салонами а здесь получается будет у них празднование нового года в каком-то из зале это шест наверно там или там в общем здесь все рядом и баня сауна и новый год все рядом в общем друзья на этом я буду заканчивать видео как всегда всем спасибо за просмотр увидимся в следующих видео пишите интересные комментарии ставьте палец вверх пока пока я пошел спа а Продолжение следует...